Мы не позволим, мы отстоим Жириновского. Тюрьма, нихуй сиди, кайфуй, знаешь? А это не он кричал давно? Его обозвали. А я... Это такая мразь, и его прошлое такое страшное. При каком праве ты имеешь оскорблять, бен? Спасибо за юмор, Владимир Вольфович. Добрый вечер, добрый день, привет, доброе утро, добрый день. Какая разница, неважно, это видос можно смотреть и днем, и вечером, и ночью. Это Негодяй ТВ, это я, Жек Ширяев. Уже 5 месяцев, или 6 уже, да, или 5 месяцев я работаю на этом своем канале, прям работаю. Я видосы пилю 2 раза в неделю. И, сука, мои последние видосы не набирают. Да, на спад пошли просмотры. Топовые видосики. Кто не зырил, посмотри прошлые видосы. Все качественно, все четко, все на высшем уровне. Зато вот залез сегодня в тренд и в тренде о том, как Жириновский был на митинге и там дал кому-то вляпу за то, что его обозвали говном. Ах, ты говно орал. Я тебя не трогал. Зачем орал на меня? Я тебя не трогал. Зачем орал на меня? Руки от человека. Какой ты человек, ты говно. Ты говно. Все слышали? Да. Оскорбляйте. Ты говно. Правду говори. Ты говно заткнись. Вот это в тренде, сука, а не мои бешеные видосы. Поэтому мы сейчас, как говорят блогеры, хрипанем. Не уходи. Видите, бежим? Что, ну не уходи? Да, ты говно. Да, боже, ну не уходи. Это в тренде. Ну, это грустно, наверное. Я думаю, короче, буду сегодня тупо на эту тему у людей спрашивать в комментарии и тоже хрипану, понимаешь? Сегодня смонтирую видосик, выкидываю и пока та хрень в тренде, и моя тоже будет подниматься. Грамотно? Ну, так-то да. Ну, Жирик жжет, как обычно. Жириновский отжигает. Ну, в общем, я от него другого не отжигал. Ну, в первую очередь, это смешно. Ну, естественно. Помимо того, что это нормальный прикол, что еще можно по этому поводу сказать? Клоун должен быть в думе какой-то. То есть там, они половину дури несут. Ну, тут хоть смешно, а не очень грустно. Спасибо за юмор, Владимир Вольфович. Это Жириновский, да? Драться хочет. Иди сюда, иди сюда. Обозвали его давно. Да. А это не он кричал давно? Его обозвали. А я... Вот это уже он кричит давно. Теперь уже он. Угу. Не каждый же в Ютьюбе-то сидит. Хоть покажем народу, что творится, что сейчас в тренде, понимаете? Не видос негодяй ТВ в тренде, а вот то, как Жириновский вот это вот дерется. Поэтому мне приходится вот ходить и об этом говорить. И правильно. Вас обозвать можно, а значит вы защищаться не имеете права. Закнись! Закнись! Закрой! Такой психикой не должны участвовать в руководстве таким большим государством, тем более лидером быть. И, наверное, было, наверное, за что сказали так. Помните ли вы Михаила, который отстегнул мне пятнашечку, чтобы я прорекламировал его канал Ставлю, где он говорит о ставках. Футбольные ставки и где он предугадывает их. Так вот Мишаня мне звонит и говорит, Женек, я поставил себе цель. До конца сентября десятка тысяч подписчиков. Сейчас у него две тысячи с маленьким хером. И он говорит, Женек, полташечка, замутишь? Ну я же чел-то не особо известный. Ну я только же начал всю эту блогер, вот эту хмогер, эту хрень. И вот Мишаня вообще вот готов так вот раскидываться ловешкой, чтобы, ну чтобы именно я ему помог. Именно я помог, ребята. Ответственно. Пока странновато, я же не привык к этой всей теме. Еще и полташку просто вот. Откуда бабоса Мишаня? У него, видимо, прогнозики его работают. Поэтому Мишане хочется сделать красиво. Ну реально, если ты берешься за работу, да, реклама, должно быть качественно. Тем более за это платят деньги немалые. Но я осознаю, что там раньше за такой полтинник нужно было целый месяц кайлом махать. Ну у всех по-разному. Кто-то и два месяца, кто-то и три машет, чтобы у них был полтинник. Поэтому это ответственная фигня и хочется по красоте делать людям. Чего я держу эту фигню? Давайте сделаем по красоте. Подпишемся на его канал. И раз уж я зарабатываю на этой теме, давайте и вы тоже заработайте. Как только у него стукнет 10 тысяч, сразу же стрим на его канале и разыгрываем 10 тысяч рублей. Хочется красиво делать. Чтобы понимали, что мне Лавандос не просто так платит, знаешь, не за красивые слова, знаешь, чтобы дело мы делали. Под видосом описание к Мишане. Давайте замотим 10 тысяч подписчиков до конца сентября. Чтобы все было, сука, честно в этом ютубе, знаешь. Вы знаете, пусть дерется. Такого, как Жириновский, у нас больше в стране не найти. Я прощаю ему все недостатки. Но как он любит свою родину, русский народ, я за Жириновского. Дай бог ему здоровья. Он любит свою страну. А поэтому придраться к нему, разные там либералы, мы не позволим. Мы отстоим Жириновского. Это мы и хотели услышать. Всего доброго. Владимир Вольфович, если вы смотрите это видео, мы все в этой команде. Главное, чтобы мои видосики в рейтинге поднимались всегда. А, видел, видел. Ну, расскажи, как тебе видосик. Ну, так, блин, ну, так просто, блин, хулиганство, скажу честно. Кому-то заняться нечем. За такое, блин, просто можно хорошо в репу получить. Ну, за то, что так оскорбляешь Владимира Вольфовича, да? Да, 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 да. Я бы, если узнал бы, кто это сделал, просто бы, ну, подошел бы и в репу дал. То есть, ты бы вписался бы за Жириновского и просто накепал бы тому, кто так оскорбил. При каком праве ты имеешь оскорблять, блин? Он бы, считай, страну бы правил страной, блин, а ты бы такой, блин, про него говоришь. Охренели просто. Да, не просто, охренели. Такое надо людей убивать, блин. Понятно. И спасибо еще, что все там малой кровью обошлось, да? Да. Ну, мы в своем репертуаре, так что я не удивляю. Нам уже рейтинг повышать. Думаете, это спланированная акция? Ну, конечно, может быть, все возможно. Ладно, ваш комментарий. Ну, может быть, и я бы так поступил. Черт меня знает, если бы меня так обзывали. Мог бы я не выдержать. Ладно, охота, чтобы был он президентом? Нет. Пусть будет лучше. Кричит, это у него хорошо получается. Иногда он, правда, матку говорит, но президента нет. Почему? Слишком он неуравновешенный. Все же президент должен более уравновешенный товарищ быть. А, ну, эмоциональный слишком. А, да. Эмоциональный. Жириновский дал вляпу за то, что его позвали. В тренде. В тренде, ребят. На митинге его оскорбили, а он за это вляпу дал кому-то. Да ну, не говорите мне о нем. Это такая мразь, и его прошлое такое страшное. Я читала еще в Советской России в 90-е годы. Целые страницы были ему посвящены. Может, это неправду писали? Всю правду писали. У него... Это вообще миллиардер. А может, еще больше. Но такая мразь, что я не знаю. В целом, скажу вам, друзья, что мне абсолютно пофигу митинги, шмитинги, херитинги. Владимир Вольфович попал в тренд, и мы тоже хотим туда. Си-я-я-я-я-я-я-я-я. А какого хрена? Вот снимаешь видосы, снимаешь качественный контент, а просмотров нет ни хера. Поэтому новая рубрика в тренде. Пошло все в задницу. То, что он так сорвался на публику, это уже ему надо уходить. Куда ему уходить? На пенсию. Ему пора дарить. На пенсию, да. Мы у нас очень популярный канал, у нас смотрят миллионы. По-любому Жириновский нас тоже увидит. Поэтому мы передаем ему, скажи, уходи или приходи. Терпением бедному человеку, который просто старался сделать что-то хорошее, а получилось, как всегда. Ах, ты гнорал! Я тебя не трогал! Зачем орал на меня? Я тебя не трогал! Зачем орал на меня? Руки от человека! Такой ты человек, ты гнорал! Непозволительно так себя вести. А что ему будет, это уже... Ну хорошо, спасибо большое. Сложно сказать. Что читаете? Что читаю? Гоуссорсе. Сделаю вид, потому что я все понял, все знаю и тоже читал. Вот я говорю, как есть. Жириновский покоряет Ютуб. И я тоже хочу покорить вместе с ним. Уходи, прикинь, кричать. Ему. Ему, бля. Дернется! На три года посажу. Кто-нибудь дернется, на три года посажу. Вот. Жириновский говно. Я на три года. Все, пока. Ты охренеть. Да? Ты так вот смело? Да? А если он это увидит? Тюрьма, ни хуй сиди, кайфуй. Знаешь, на самом деле это шутка была про Жириновского. Этот выпуск взорвет. Все надо вовремя делать. Все. Мы поняли стратегию Ютуба. Понятны нам его алгоритмы. Просто берешь какую-то известную, на данный момент популярную хрень, снимаешь про нее другую хрень и все, сука. Снимай хрень и топ. Будет у тебя топ. Подписываемся на мой канал, потому что, как только на моем канале миллион, тут же мы разыгрываем в клевери Ютуб. А клевери Ютуб я провожу два раза в неделю. Тачку. Мы разыграем тачку мою, тачку мою малышку. Подробности в моих предыдущих видосах, поэтому все видосы, посмотрите, которые у меня есть, все-все видосики, они топ, сука, они топ. Вот что в тренде должно быть. Я должен быть, сука, в тренде, блин. Вот это мы хотели как бы узнать и услышать, как бы, поэтому, да, спасибо тебе большое. Сейчас у меня просто тоже бы своя съемка. Если знаешь, Влад Чижов. Блин, я не знаю. Канал Решала. Решала. Ты знаешь, Андрюх? Не знаю. Что-то знакомое Решала. По каналу Че ведет съемку. А, что-то знакомое Решала, да, да, да. Ну, мне просто тоже быть. Я, у меня друг, с ним в хорошем отношении. И бы тоже, блин, вот тоже парень, молодец быть, за порядки, блин. Ты прогуляешь здесь просто? Нет, я работаю его. Ну, ладно, спасибо тебе тогда. Ну, тогда можешь Вольфовичу привет закинуть. Так держать. Субтитры сделал DimaTorzok